Суши Муан в Рыбнице. Уже четвертый год его хозяйка Полина Кравец приобщает рыбничан к японской кухне. Здесь готовят суши и роллы, есть и авторские рецепты. С нового года Полина переходит на упрощенку. Общепит как раз попадает в список тех, кому нельзя будет работать по патенту. Сегодня предприниматель написала заявление в налоговой. На это ушло не больше 15 минут. Как всегда, что-то новое нас всегда пугает. Я думаю, что бояться не стоит. Мы справимся. Просто нужно сесть разобраться. Всем советую обратиться заранее, не тянуть до последних чисел, потому что нужно время, чтобы оборудование подключить. Вроде как нужно скачать эту онлайн-кассу, насколько я понимаю. Все будем проводить через нее. Ну, в принципе, мы этого не боимся. Нам скрывать нечего. Наш доход прозрачен, поэтому мы готовы к этому. Будем работать. Упрощенка – это справедливо, считает Полина. Три процента с прибыли. А она каждый месяц бывает разная. Я думаю, эти три процента в любом случае государство найдет, куда определить. У нас очень много есть социальных сфер, которые требуют вложений, нуждаются. И интернат, школы, и действительно эти детские сады, и учителям зарплату повысить. Я думаю, что уже там разберутся. Раз государство такое решение приняло, значит, это нужно, это необходимо. На этой неделе предприниматели очень активно говорят налоговой. Уже есть очереди. С собой нужен паспорт. На месте заполняют заявление и фотографируют. Если надо, специалисты ответят на все вопросы. Чаще всего обращаются по вопросу применения онлайн-касс, конечно. Возможности оформления их, где оформить, как оформить, как приобрести термопринтер, где его приобрести, как этим пользоваться. Наши инспекторы осуществляли выезды в село Рыбницкого района. Еще на следующей неделе планируются два выезда на рынки. Перейти на упрощенку можно еще до 30 декабря. Лучше воспользоваться советом Полины и не откладывать поход в налоговую на последний день.